Да, здравствуйте, друзья. Я очень рад вас всех видеть. Я долго или коротко сразу, собственно говоря, своему докладу. Он посвящен поздней моральной философии Деррика Парфита и начинается вот так. В нем я коротко расскажу о том, что такое собственно устройственная теория, вынесенная заглавием и коснусь одной из всего интересной проблемы. Но для начала два слова о самом Парфите. Деррика Парфит – это британский, еще точнее, Оксфордский философ, наш современник, совсем недавно, в 2016 году, в номер. В свою карьеру он открытал 102 книги «Ризансы и интересные основания лица» и «О том, что важно», обложки их перед вами. И в той мере, в какой Парфит известен у нас, он известен у нас все-таки не очень, он известен скорее как теоретик творчества личности. И вот сегодня за обедом, в том числе, когда я сказал, что этот доклад про Парфит, он сказал, что «А, это тот, который тоже творчество личности». Ну, в общем, да. Но в действительности он в большей разной степени, чем теоретик творчества личности, это один из самых влиятельных, цитируемых, обсуждаемых моральных теоретиков современности. И теория творчества личности, она тоже ему нужна поэтическим причинам. В общем, у нее пытаются обосновать рациональность литвизма. Сам я полагаю, что Парфит – это то, что останется от нашего времени в моральной теории, когда, так сказать, осядет пыль, то, о чем он будет писать в учебниках, но это не так важно для того, что я буду сегодня рассказывать. Парфит, которого я буду обсуждать сегодня, это поздний Парфит, который значительно отличается от раннего Парфит из последнего книжка «О том, что важно». И в начале своей переработки у карьеры Парфит был чистым принципционалистом и испытывал некоторое пренебрежение, как он сам рассказывает в рейтинге Канта, но к концу этой карьеры он постепенно меняет свою оценку. И последним этапом его творчества он в значительной степени связан с рецепцией книгианской моральной философии и встраиванием ее в собственную моральную теорию. Этому посвящены его лекции Таннера, которая называется «Чего мы могли бы рационально желать». И, собственно говоря, этому посвящена его последняя книга «Он вот мэттерс». Нормативно-этическая часть этой книги, там есть не только нормативно-этическая, есть еще мета-этическая, но мы сегодня о ней говорить не будем. Нормативно-этическая часть в целом посвящена тщательному исследованию, так сказать, апроприации моральной теории Канта, высасыванию из нее всего ценного и интересного, что из нее нужно получить. И вывод, к которому папе приходится, стоит в том, что лучшая версия Кантеанской моральной теории совместима с лучшими версиями двух других основных программ в современной нормативной этике, консекциализма и контрактуализма, версии Тима Скайлона. И я отмечу, что речь именно о версии программ. Не всякая версия Кантеанской моральной теории консекциализма совместима с всяким, с эффективностью или контрактуализма, только определенные, вот те, которые партия считает наиболее правдоподобными и аппетитными. Более того, партия считает, что эти позиции, эти версии не просто совместимы, но они взаимно следуют. То есть друга, не очень интелл. И все вместе они являются частями того, что он называет трипл. Теорий, трост на теории, экуменической такой позиции в нормативной этике, вбирающей в себя основные достоинства всех основных подходов, представленных сегодня в ее поле. Вообще, попытка совместить консекционалистские элементы нормативной моральной теории с неконсекционалистскими, они не редки в моральной философии последнего полувека, но вообще даже больше. Но ценность работы Парфикта состоит во многом том, что он, насколько мне известно, впервые предлагает такой ясный аргумент, показывающий, что если мы примем определенную версию кантианской теории и несколько дополнительных правдоподобных нормативных и теоретических допущений, то из этого с необходимостью будет следовать истинно определенной версии консекционализма в правилах в данном случае. Кроме того, он показывает, каким образом именно кантианская моральная теория связана с консекционалистской в таком случае. Вот, собственно, перед вами его кантианский аргумент в пользу консекционализма правил. Вот, так он выглядит по-английски. Если вам интересно, также в хенд-аутах вы его можете найти, если у вас нет, вот еще лежат такие листочки. Он довольно интересен сам по себе, но хотя вот я его в хенд-аутах вам и раздал, я вас обманусь, потому что сегодня мой доклад будет вообще не о нем. Я сегодня буду обсуждать не сам кантианский аргумент в пользу консекционализма правил, а одно из условий, где он работал. И надо сказать, что большинство этих фоновых условий Парфик обсуждает и сам довольно подробно и довольно убедительно, но я рассмотрю то, которое, хотя является важным, насколько я могу судить, не подвергается в хенд-аутах Парфита. Отдельному сосредоточенному такому обсуждению такому же подвергают другие фоновые условия. И этим условием является та концепция хорошего и блага, в дегут смысле, которую Парфит принимает в рамках той версии консекционализма, правил, которые он предпочитает. Вот. Мы можем начать несколько издалека. Как вообще может выглядеть консекционализм? Ну, примерно так. Морально правильно являются те х, которые способом у связаны с наступлением наилучших последствий. Здесь можно увидеть, что консекционализм на самом деле не является конкретной теорией, консекционализм является типом теории. В консекционализме как типе теории есть несколько переменных, заполняя которые, конкретными значениями, мы будем получать более конкретные теории. Мы заранее примем для нашего дальнейшего рассуждения консекционализм правил, потому что именно его принимает сам Парфит. И в таком случае мы получим вот это. Морально правильно являются те правила, следование которым будет иметь наилучшие последствия. Вместо правил здесь могли бы быть действия, тогда бы у нас был консекционализм действий, могли бы быть мотивы, тогда консекционализм мотивов, могли бы быть на самом деле что угодно. Ну не что угодно, но очень большой список того, что здесь может быть. Например, общественные устройства, которые будут приводить к наилучшим поступкам, которые будут иметь наилучшие последствия. Итак, но мы остановимся на последствии. Так вот, здесь все еще остается одна переменная. От того, как именно мы понимаем, какие, собственно говоря, последствия являются наилучшими. То, как мы понимаем, какие последствия являются наилучшими, зависит от того, как мы понимаем, что, собственно говоря, такое хорошее. В несуперлативной степени наилучшее. Это суперлатив хорошего. Соответственно, нам нужно понять, как мы понимаем, что такое хорошее, какова наша концепция бланка. И здесь я говорю о концепции примерно в том смысле, в каком Роуз говорит, если вы помните, о концепции в отличие от понятия справедливости в начале своей главы. Он сам это, в свою очередь, показает у Харта, который о том же говорит в случае закона. Понятие это, условно говоря, наши дотеоретические представления о чем-то, а концепция это теоретическое наполнение. У нас может быть у всех одно понятие, например, блага или хорошего, но у нас могут быть разные представления, разные содержательные высказания о том, что именно является благой. Так вот, мы можем иметь очень разные концепции блага и далее для пояснения этого я разверну некоторую прогрессию, в рамках которой наша концепция блага становится все более-более широкой и инклюзивной. Это, скорее, концептуальная прогрессия, чем историческая. Кое-что в ней было допущено, но для наших целей это сгорит. Для начала мы можем обратиться к самой элементарной, даже примитивной, в смысле концепции блага, к гедонизму классического культуризма, который выглядит вот примерно так. Здесь под благом понимается удовольствие. На самом деле удовольствие и отсутствие страдания, но для как-то мы можем использовать удовольствие вот в этом расширительном смысле. Таким образом мы имеем дело вот с гедонистическим консепциализмом, концепциализмом концепция блага, которого является нормативный гедонизм. Проблема с гедонистическим консепциализмом в том, что в силу узкого понимания блага он ведет ко всяким там контринтуитивным, с точки зрения обыденного морального сознания, следствие. Самое известное это машина опыта, но у нас нет нужды останавливаться здесь на конкретных проблемах этой концепции блага. Достаточно сказать, что это проблемы, они есть и они связаны как раз с трудностью этой концепции блага. Под давлением критики мы можем расширить в определенном смысле нашу концепцию блага и сказать, что благом является то, что называется благополучие, well-being. Тогда мы получим вот примерно следующее. Вместо удовольствия у нас есть благополучие. Благополучие это потенциально более широкое понятие, чем удовольствие. Есть такие концепции благополучия, в рамках которых оно сводится к удовольствию. Есть такие, в рамках которых оно оказывается чем-то сенсиво отличным от удовольствия. Но наиболее распространены и наиболее правдоподобны, прямо скажем, трактовки, в рамках которых благополучие включает в себя удовольствие в качестве одного из своих компонентов, но не ограничивается этим единственным компонентом. Важным элементом понятия благополучия является его агент относительности. То есть благополучие, оно разделяет свою черту агента относительности с удовольствием. Удовольствие, оно привязано к агенту. Оно должно быть чьим-то удовольствием. Не бывает просто удовольствие, висящее воздух, которое не было бы чьим-то удовольствием. Нельзя, просто удовольствие никто не испытывал, оно просто будет. Точно так же благополучие. Обязательно должно быть чьим-то благополучием. Благополучие это благополучие кого-то. Поэтому иногда well-being переводят прямо как личное благо, а не как благополучие. Мы вполне можем при этом говорить о совокупном приросте благополучия, точно так же, как мы можем говорить о совокупном приросте удовольствия, но этот прирост является результирующим от возрастания благополучия конкретных агентов, потому что благополучие, еще раз, всегда связано с каким-то конкретным агентом. Итак, благополучие агентовносительно, но мы можем также снять с нашей концепции благоограничение на агентовносительность, и для этого у нас уже нет специального термина, поэтому мы вернемся к более общей формуле обозначить, что под наилучшим мы здесь понимаем наилучшее в смысле благополучие плюс агент безотносительного блага с помощью астерискса. Да, здесь у нас наилучшее, это благополучие плюс различные агенты безотносительного блага. Да, и тогда мы можем учитывать при оценке последствий в нашем консекционалистском расчете того, насколько хороши наши последствия при оценке, в том числе разный агент безотносительных блага. Например, это яркий, но не обязательно правдоподобный пример, можно считать, что наличие красоты в мире является благом вне зависимости от того, можем мы ее наблюдать или нет. То есть, например, даже вне зависимости от того, вообще есть какие-то агенты в мире, которые, в принципе, могли бы ее наполадать. Если мы возьмем два мира, в которых ни в одном из них нет агентов, но в одном есть больше, кажется, чем в другом, то один из них лучше, чем друг. Такая мурятская, если таките, теория. Я сам не считаю, что это правдоподобно, но чтобы вы понимали, о чем речь, когда говорят о агент безотносительного блага, например, вот такие вещи. Не очень важно, если вам кажется, что вот этот пример неправдоподобен, я пока пытался не более чем донести ту общую мысль, что концепцию блага можно постепенно разными образами расширять. Теперь я перехожу к тому, до каких пор ее расширяет Парфит, собственно, и зачем ему это нужно. Парфит в того типа консекционализма правил, которые он предпочитает, принимает максимально широкую концепцию блага. Помимо удовольствия, очень широко понятого благополучия и благ, не касающихся благополучия, агент безотносительных благ, он включает туда все это, все, что я предпочитал, а еще такие, например, вещи. Так, более равномерное распределение имеющиеся в мире благополучие между агентами. Или приоритетное, при прочих равных, распределение прироста благополучия в пользу тех, кому хуже. О, 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 да. Хорошим интуитивным способом сравнения количества блага, к которому я уже только что прибегнул, является сравнение двух миров, отличающихся по какому-то одному параметру, незаинтересованным, благожелательным, как говорит Парфит, наблюдательным абстрактам. Из двух миров, одинаковых во всем, кроме того, что в одном больше благополучия, а в другом меньше, лучше будет тот, в котором благополучие больше. Но из двух одновременно миров, считает Парфит, будет лучшим тот, где при одинаковом количестве благополучия, оно распределено более равномерно между агентами, где нету перекосов. Одним очень хорошо, а другим очень плохо. Нетрудно заметить, что если понимать благо столь широким образом, то консекциалисту становится намного проще достичь взаимопонимания с кондианцами и вообще с геонтологами разных самок. Один из традиционных упреков консекциалистским теориям стоит в том, что, учитывая только общую сумму агентов носительного влага и не будучи способны учесть способ его распределения между агентами, они приводят к интуитивно неправдоподобным. Следствие, так, в случае мысленного эксперимента, предлагаемого, где он сказал, классический консекциализм должен будет заключить, что морально правильно будет оставить Джонса подвергаться ударам электрического тока, поскольку сумма прироста благополучия в этом случае будет выше. Ну или если мы скажем, что она будет в таком случае выше, в случае электрорубки, да, представим себе, что Джонс пришел, с Джонсом произошел несчастный путь в помещении с передачей интервью на интервью на танцы, электрическое оборудование Павла Мунарова, мы не можем, может быть, у него нет путь в передачке до снов, но раздавит трансляция матч чемпионата мира, который смотрит множество людей, которые закончатся только через час. Травма Джонса не узугубится, если мы подождем, но его рука придавлена, и он постоянно получает очень болезненные удары электрические тока. Должны ли мы сносить его прямо сейчас, или мы должны тогда закончать матча, зависит ли от того, сколько гима людей смотрит матч, миллион, пять миллионов, сто миллионов. Сканел говорит, что такие агрегативные рассуждения, как он-то называет, являются слабым местом консекциализма, классического телитаризма в частности, поскольку из консекциализма обычно следует, что мы должны там оставить Джонса, пусть лежит. Он его терпит, потому что он приносит много благ. Но интуитивно, сколько бы блага он ни приносил, мы должны бедного Джонса вызвать в данной ситуации, потому что тот небольшой прирост блага, который он приносит всем остальным, не компенсирует очень большим понижением блага, которое случается у него. Значит, таким образом, в целом, претензация такая, что если принцип нашего поступка приводит к увеличению суммы благополучия в мире, но при этом это происходит за счет почти неощутимо небольшого подрастания благополучия многих, при чудовищном падении благополучия одного или немногих агентов, то этот поступок, согласно традиционному консекциализму, понимающему благо как благополучие, будет правильный. Между тем, интуитивно подобные поступки морально скорее не приятны. Но если мы в числе тех благ, повторюсь, которые консекционализм может учитывать при оценке того, насколько хороши последствия, в том числе включим более равномерное распределение благополучия, как это делает партия, то это позволяет избежать этих проблем. Да, консекционализм партия учитывает только прирост благополучия, но, как и любой консекционализм, но в числе тех благ прирост, которых он учитывает, есть, помимо прочего, более равномерное распределение благополучия. Указанные выше дополнительные типы блага, вроде более равномерного распределения благополучия, это то, о чем прямо говорит, как о части своей концепции благополучия, но по космосу можно также заключить, что он готов принять в эту свою концепцию блага такие вещи, как, например, уважение к человеческому достоинству или автономии и так далее. Фактически все и все, и почти все, к чему оперируют пентианцы и прочие разные геонтологи в качестве источника моральной правильности и неправильности может быть включено, проклеировано, абсорбировано в партовскую версию консекционализма с помощью расширения вот этой самой концепции блага. Ну что, выглядит довольно ловко и просто, но в чем подвох? Есть тут ряд проблем, но я смотрю только одну, в принципе, они напрашивают все самое. Вот давайте еще раз вернемся на этот слайд. Традиционно консекционализм рассматривается как теория природы морали, то есть принцип вроде вот этого рассматривается как принцип, объясняющий, что значит быть морально правильным поступком. При этом механизм объяснения, опять же, считается тут такой. Мы объясняем моральное благо в терминах естественного, то есть неморального. Естественное благо это, собственно говоря, natural book, volum naturalis. Моральное благо это морально правильные поступки. Естественное благо это удовольствие, благополучие и тому подобное. То есть когда я испытываю удовольствие, например, это хорошо для меня, но это хорошо не в моральном смысле. Есть разница между естественным благом и моральным благом. Концепционалистский принцип дает такую трансмутацию, превращение естественного блага в морально. Эта машина по превращению естественного блага показывает так. Моральное благо появляется из естественной, из определенной, так сказать, композиции. Окей, если мы теперь вернемся к концепции благополучия, то мы заметим, что те вещи, за счет которых он ее расширяет, такие как равномерное распределение благополучия и вот и так далее, что здесь перечислено, подозрительно похожи не на естественные блага, а на моральные. Но если это действительно моральные блага, то получается, что мы объясняем, что такое моральное благо в терминах морального блага. И у нас просто выходит круг. Моральное благо – это что-то, что способствует максимизации в том числе морального блага. Далее я расскажу, я думаю, еще успею немножко, как я понимаю возможный ответ партии на эту претензию. Мне кажется, что он довольно ясно вырисовывается из «on what matters», хотя прямо он, партии, этой проблемы там не касается, в таких терминах он ее не обсуждает. Он касается, но не обсуждает ее подробно. Суть ответа партии, во многом, состоит в развлечении, с одной стороны, морального, а с другой стороны, диантического благо. И основную идею проще всего показать на примере. Допустим, я даю обещание, которое в силу своего эгоизма не собираюсь изначально выполнять. Например, я обещаю уложиться в своем докладе в 20 минут. И согласимся, что это морально неправильно. Давать обещание, которое ты знаешь, это не будет. Допустим, далее, что я подвергаюсь парицам. Вы говорите мне, что так не следует поступать. И если я у вас спрошу, почему, вы можете указать на две разные вещи. Вы, во-первых, можете указать, например, на то, что делает мой поступок морально неправильно. Допустим, на тот факт, что это злонамеренный обман доверия. И, во-вторых, и с другой стороны, вы можете указать на сам факт моральной неправильности моего поступка. Этого не следует делать, потому что так поступать неправильно. И первую апелляцию можно назвать моральной, а вторую можно назвать диантической. Диантическая апелляция – это прямая апелляция напрямую к моральной, факту морально неправильности. Диантическая апелляция или неправильности. Может быть, так и так. Факт моральной правильности или неправильности. Вот так же можно назвать, собственно, диантическим благом или злом. Это всегда управление. И Паркет утверждает, что апелляция к моральному злу и апелляция к диантическому злу – это два связанных, но разных соображения, каждая из которых обладает своим собственным отдельным нормативным весом. И диантический факт, то есть тот факт, что поступок является морально неправильным, дает нам дополнительное, к сожалению, Паркет основания, не совершать этот поступок по сравнению с теми фактами, которые делают этот поступок неправильным. Это спорное письмо, но для нас сейчас очень важный утвердитель. И Паркет утверждает, что диантическое благо – это единственный тип блага, который не может принять, не может абсорбировать в себя консекционалистская теория. Консекционалистская теория любого типа. Почему это так? Это потому, что тогда получается диантический круг. Вот эта цитата буквально из Паркета. Не может быть одновременно истинным, что некоторые поступки являются неправильными, потому что если бы мы поступали подобным образом, это было бы плохо. И было бы плохо поступать подобным образом, потому что такие поступки были бы неправильными. Неправильные поступки должны иметь какую-то другую, отличную в самом деле неправильную черту, которая делает их плохими или неправильными. Мы начали с того, что объяснили неправильное через плохое, а затем объяснили само плохое через неправильное и оказались ровно там же, откуда мы начались. Никакого продвижения не случилось, потому что во втором действии для объяснения того, почему лично является плохим, мы прибегли напрямую к диантической апелляции. Но при этом, судя по всему, Парфер читает, что вполне может быть истинным, что некоторые поступки являются неправильными, потому что мы поступили, если бы мы поступали подобным образом, это было бы плохо. И одновременно было бы плохо поступать подобным образом, потому что это было бы злонамеренным обманом доверия, например. Тут действительно в одном смысле нет движения по кругу, мы приходим не к тому же, с чего начали. Но при этом кажется, во-первых, по крайней мере, что в другом все-таки движение по кругу все равно есть. Ведь в той мере, в какой злонамеренный обман доверия является все-таки моральным злом, мы для объяснения моральной неправильности апеллируем к одному из видов моральной неправильности. И кажется, что у Парфета есть ответ и на эту проблему, и вот, собственно говоря, изложив его, я и закончу свой доклад. Трех минут, я надеюсь, не для этого хватит. Значит, кажется, ответом на эту проблему у Парфета является его понимание того, чего именно он хочет достичь теми общими моральными принципами, которые он формулирует. Обычно считается, что концепционистский принцип, типа, уже много раз рассмотрен, но вот такой, призван объяснить природу морали, то есть, что такое быть морально правильным. Но Парфет не считает, что его, или ищи бы то ни было еще лучше, если пошло, принципы подобного рода объясняют природу морали. Он полагает, что указанный принцип не более чем формулирует высокоуровневое свойство, которое является общим для всех морально правильных поступков и для всех моральных способов. Это свойство не является определением моральности, не является сущностью природы моральности. Нет. Это, оно только, так сказать, совпадает с моральностью по идеей эссенционалу, если хотите. И Парфет полагает, что есть множество низкоуровневых свойств, в силу которых вещи могут быть морально правильными или морально неправильными. Допустим, нечто может быть морально неправильным, потому что оно является проявлением неуважения, или причиняет бессмысленные страдания, или является слонамеренным Driere и тому подобное. И все эти свойства обладают более высокоуровневыми свойствами, объединяющими их, например, что поступки такого типа не могут следовать из принципа, который приводит к наилучшим последствиям. Само по себе разделение высокоуровневых и низкоуровневых моральных свойств довольно правдоподобно, кажется. То, что пытается сделать Парфетт, это он пытается найти принцип или точнее ряд принципов, потому что, как мы уже сказали, он не единственный такой принцип выделяет. Так вот, он пытается найти принцип, указывающий на высокоуровневые моральные свойства, покрывающий собой все низкоуровневые моральные свойства. И именно поэтому в случае того, что на слайде, не должно с его точки зрения возникать проблем, не возникает ее с точки зрения его, не должно, по крайней мере, потому что слева сверху у нас высокоуровневые свойства моральной неправильности, а справа снизу одно из низкоуровневых свойств. Хорошо, последнее, что можно спросить, но в чем хоть какое-то достоинство подобного рода рассуждения? Кажется, оно говорит нам просто, что нечто является морально неправильным в высокоуровневом смысле, потому что оно является морально неправильным в низкоуровневом смысле. А это, пожалуй, может быть корректно, наверное, действительно это так, но разве это интересно? В отдельности, наверное, это не очень интересно. Но здесь стоит вспомнить, что концепция блага, которую апеллирует Парфит в своем конспециализме правил, включает в себя не только низкоуровневые моральные блага, но и другие виды блага, в частности естественного блага. Это означает, что при оценке высокоуровневой моральной правильности поступка мы учитываем то, насколько хороши последствия как с точки зрения естественных, так и с точки зрения низкоуровневых моральных благ. А это кажется довольно правдоподобным писанием того, как устроена наша моральная калиберация. Когда я думаю о том, правильно ли совершить некоторый поступок, я рассматриваю как то, насколько хороши его последствия, естественного блага, так и то, насколько он интуитивно допустим с точки зрения низкоуровневых моральных благ, которые он может принести. То есть я рассматриваю, например, так то, будет ли от этого кому-то хорошо, так и, например, то, не является ли поступок нечестным по отношению к кому-то из-за тронутых. Я взмешиваю одно вместе с другим, а не по отдельности. И одно в этой делиберации действительно может перевешивать другое. А может, они, по крайней мере, взвешиваются на одних чашах весов. Ну и здесь, наверное, я свой доклад завершу. Всё, что я хотел. Большое спасибо. У нас около четырёх минут на вопросы остаётся. Хочется задать вопрос. Спасибо, Артём Тимуревич, очень интересно. Про Паршин всегда интересно слушать. Он сам интересен, например, ему интересен. Мне кажется, что этот вопрос легко решить как раз диантическим вопросом. Мы сейчас с вами это проделаем, а вы согласитесь или нет? Давайте попробуем. Давайте спросим себя. Вот наилучшие последствия в естественном или низкоуровневом моральном смысле являются ли здоровье для человека наилучшим последствием, здоровое состояние? В смысле естественного блага, да. Когда врач прописывает какие-то таблетки или уколы больному, является следование вот этим рекомендациям врача принимать эти средства наилучшим последствием тогда? Если мы прибегаем изучение между целевыми и инструментальными благами, то это является благом, спустя инструментального блага, да. А теперь давайте пациента уберем. Пусть он у нас несчастный в коме лежит, к сожалению. Получается, что мы назначаем это все без его ведома и улучшаем морально правильно эту ситуацию без ведома больного. Ну, возможно, с ведома родственников, согласившись и так далее. Тогда мы можем формировать вот это то, что вы говорите, максимальную сумму удовольствий, ориентируясь на максимальную сумму комфортности, предоставляемой вот этими медицинскими процедурами, психотропинными веществами, обезболивающими, всякими средствами улучшения, ну, не знаю, телесной деятельности организма человека без него. Является это морально правильным? Например, дать обезболивающих больше, чтобы больной и не жаловался даже на свою боль. С точки зрения улучшения здоровья, да, он не будет волноваться. Тогда получается, что мы вообще-то наилучшие последствия расширили до такой степени, что мы даже можем в них и не попасть. То есть, в наилучшие, в наихудшие. А вот диантологический вариант, если мы скажем, что именно будет наилучшим последствием, он здесь как раз сработает. То есть, обязательно делать так-то. Если я что-то сейчас неправильно понимаю, поправьте меня. Я не совсем верю, что я понял ваш вопрос. То есть, против чего вы пытались возразить, если вы пытались возразить? Кажется, то, что вы сказали, оно вполне совместимо с тем, что говорит Парфет, ну, или, по крайней мере, с тем, как я реконструирую Парфета. Если мы включили, начали так расширять вслед за маневром, который предпринял я, начали с удовольствия, и потом стали расширять концепцию блага. Сначала просто удовольствие, потом инструментальные блага, еще что-то, благополучие, может быть, объективное, независимое от удовольствия. В коме лежит. А дальше вы положили случай, кажется, когда мы, ориентируясь на максимизацию блага, рекомендуем, кажется, морально неприемлемые некоторые поступки. Возможно, если я вас правильно понимаю, без его ведома накачивать его какими-то веществами. Если я правильно понял, что вы имеете в виду. Ну, он пограничный такой. Ну, или, по крайней мере, пограничный. Возможно, из Кулаб считает, что это хорошо. А на самом деле, да. Да, соответственно, Парфет, он согласился, что здесь есть некоторая пограничность. Если здесь есть некоторая пограничность, значит, здесь есть некоторый баланс одних соображений, которые говорят в пользу, и баланс других соображений, которые говорят против. Здесь есть основания как за, так и против. Между тем, кажется, что если мы берем только основание естественного блага, то все они как будто бы за, и у нас должно все перевесить сюда, и мы должны сказать, замечательно, морально правильно. Но Парфит здесь как бы и предлагает, да, именно в силу того, что у нас есть пограничное состояние, значит, есть на обоих чашах весов, то вот на второй чаше весов как раз есть низкоуровневые моральные блага, как, например, уважение к автономии человека. Мы должны уважать автономию человека, это является моральным благом, и именно поэтому, даже если, может быть, будет приводить к повышению удовольствия или его уменьшению беспокойства в том числе, если мы без его ведома, значит, будем его пить с какими-то таблетками, а вот то, что смущает нас, что не дает, когда мы делиберируем по этому поводу, сказать, что да, хорошо, это как раз благо помимо естественного, вот это вот низкоуровневое моральное соображение о том, что человеческая автономия, уважение к чущественной автономии, это тоже благо, которое взвешивается на одних весах с естественными благами. То есть вам эта граница не кажется чересчур размытой, я правильно? Ваш ответ, я понимаю. Кажется, что разграничения на низко и уровневые, и прочее, оно здесь срабатывает? Мне она кажется проблематичной, то есть я не скажу, что здесь все замечательно, это не то, что я хотел сказать, может быть, здесь при моем изложении или конструкции сложилось впечатление, что я полностью поднимаю это на щиты пламя, в том числе знамя, и солидаризируясь с этим, это не то, что я хотел бы сказать, но мне кажется, что это интересно, мне кажется, что это интересно, и что это что-то, о чем стоит подумать. У этого есть привлекательные стороны, у этого есть проблематичные стороны, то есть то, что приходит в голову, помимо того, что я сказал, и то, что близко к тому, что вы сказали, это, ну, с каждым расширением нашей концепции блага, только она становится более широкой, мы утрачиваем операционализированность ее, то есть чем хорош гедонизм, тем, что у всего есть эквивалент, все обращается в удовольствие, удовольствие обращается во все, и можно даже как бентом, значит, делать калькуляции, хотя никто, конечно, никогда не делал, даже сами учитаристы этим не занимались. А как только мы делаем более инклюзивную концепцию блага, то у нас всегда возникают проблемы с тем, как одно обращается в другое, какой относительный вес, появляется размытость. Ну, дальше мы должны думать о том, какой из теоретических достоинств мы будем ценить больше, правдоподобность или операционализированность и так далее. Вот, как мне кажется, что я бы заметил. Хорошо. Спасибо. Большое спасибо, Артем, за доклад, да, у нас времени на вопросы больше не осталось.